Доброе время суток, товарищи! Данный ролик будет посвящен теме нестандартных дверей для ваших карт. Поехали! Итак, начнем, пожалуй, из самого очевидного, автоматических дверей. Для совсем не знающих бегло покажем конструкцию. Двери фанк-дор, которые будут разъезжаться в стороны, а управлять этим действием будет триггер мультиплай. Когда игрок или NPC в зоне триггера, открыт двери. Когда все находящиеся в триггере ушли, закрыть. Все банально и просто. В случае, когда двери и стена построены ровно относительно сети Хаммера, никаких проблем обычно у рядового пользователя не возникает. Но, а если нам нужны двери, которые будут повернуты, скажем, на 45 градусов? Здесь может возникнуть следующая проблема. Они, как попало, открываются. И решить эту задачу в наши дни можно двумя способами. Я хочу сначала показать очень старый костыльный метод, который использовался в играх конца 90-х, начала нулевых. Предупреждаю, в наши дни это моветон. Но знать базу нужно. Итак, рядом с дверью нужно создать еще одну, которая будет открываться на 90 градусов в ином направлении. Наш первый фанк-дор должен быть приклеен к новому через Пэрерт. И они должны будут открыты одновременно. Да, кстати, чтобы эта дверь не резала нам глаза, ее нужно сделать невидимой и непроницаемой в игре. Теперь повернем нашу конструкцию на 45 градусов. К счастью, в редакторе Хаммер Плюс Плюс можно задать якорную точку для всей группы, дабы вращение начиналось не из середины, а с нужной стороны стены. Что у нас получилось? Почти то, что и требовалось. Но есть небольшое отклонение, которое, разумеется, можно минимизировать. Выбираем обе двери и открываем их свойства. Существует такой параметр, как ЛИП. С его помощью можно указать, насколько юнитов дверь не будет закрыта до конца. Правильно подобрав значение, можно легко исправить проблему. Красота! Ну, а теперь давайте перейдем к современному решению проблемы без лишних конструкций. Все, что нужно было сделать, это добавить или отнять к значению направления двери число, равное углу поворота. И тогда дверь будет направлена в нужную сторону. Разумеется, еще потребуется воспользоваться переменной ЛИП, чтобы дверь выровнять. Нужно отметить, что в данном случае и число другое, и точность выше. Вот как-то так. Если, допустим, у вас вот так извращенски повернута дверь, то в этом случае все будет так же. Бывает, что в качестве дверей необходима сторонняя 3D-модель. Но при попытке ее использовать, получается вот это. Первое, что приходит на ум, попытаться покрутить хелперы в разные стороны. Логично, но непрактично. Не сработает. Дабы сэкономить время и нервы, можно пойти другим путем. И использовать проб-динамик, который будет через перрент закреплен за невидимой фанк-дор-ротейтинг. Важны несколько этих флагов, дабы все работало как нужно. Теперь совсем другое дело. Если нам нужны ворота или двери, которые можно толкнуть, дабы их открыть, то допустимо использование сущности Fizzball Socket в качестве закрепляющих петель. Ну а ваши ворота могут использовать 3D-модель PropFisic или какой-нибудь фанк-физбокс для BSP-варианта. Единственный неприятный момент, на такие объекты может влиять гравипушка. Да и для угла поворота нужен какой-нибудь реальный барьер. Чтобы ворота не крутились вокруг оси петель.